Друзья, всем привет! Вы находитесь у меня на канале, и это видео про мои находки с Wildberries. Да, девочки, я знаю, нам просто уже пора запретить туда ходить. Я думаю, что я такая не одна, но я просто обожаю на Wildberries покупать различные вещи для уюта, для организации, для дома. Именно эту категорию вещей я сегодня вам буду показывать, потому что я считаю, что на этом сайте самые интересные, самые драгоценные вещи, их действительно нужно искать, они не лежат вот так вот на поверхности. Поэтому и нужны такие видеорекомендации личные, я такие очень часто смотрю и действительно нахожу там просто какие-то сокровища. Будет много полезной информации, я всеми ссылками поделю, чтобы вы тоже легко могли себе что-то из этого заказать. Поэтому с вас лайк за мои старания, обязательно оформите подписку, если вдруг вы еще этого не сделали, смотрите мои видео без нее, а мы начинаем. Я давно мечтала завести фотоальбом, но всегда это откладывала, потому что не могла найти какой-то стильный, который бы классно смотрелся в интерьере, который бы меня не раздражал. И в одном, кстати, из таких видео, типа «Мои находки на Wildberries», я нашла вот это потрясающее сокровище. Посмотрите, какой крутой. Вот в эту рамочку можно выразить как любую фотографию, которая будет символизировать наполнение этого альбома, так и, возможно, какую-то просто интересную картинку, которая идеально подойдет вам в интерьер. Я покажу, как он выглядит изнутри. В общем, вот так он выглядит изнутри, как вы видите, тут есть поля. Даже для того, чтобы подписывать, возможно, даты ваших фотографий, возможно, какие-то интересные мысли, которые у вас были связаны на момент создания этих фото. И вот, например, у меня есть вот такая фотография. Я ее распечатывала, знаете, в таком автомате, которые стоят в различных торговых центрах. Это наша самая первая поездка за границу с моим, как оказалось, уже будущим мужем. Мы тогда сделали это абсолютно тайно, в общем. И это было очень романтично, поэтому, если честно, мне есть что написать в этих полях. Это очень здорово, что есть место под такие комментарии. Сюда можно вставлять как вот такие маленькие фотографии по две штуки, так, знаете, вот такие классические. Какой у них размер? Там 9х12, возможно. Он очень-очень красиво смотрится в интерьере. Меня совершенно не раздражает. А даже, наверное, больше нравится, что он сделан из такого мягкого, уютного материала. Кстати, насколько я помню, этот альбом есть еще в зеленом, красном и таком рыже-оранжевом красивом цвете. Видите? Возможно, если все наши фотографии сюда не влезут, я приобрету себе еще несколько. Он очень крутой. Вообще, знаете, появилось такое желание все с электронных носителей упаковать в какой-то физический эквивалент. Потому что, как правило, это все теряется. А вот эти альбомы, они остаются навсегда. Еще одна мега полезная вещь. Мне кажется, она меня может скрыть головой. Но, друзья, это просто необходимо иметь в каждом доме. Вообще, вот, вы замечаете, как с возрастом мы начинаем делать акцент уже на такие важные и нужные покупки, как папка для документов. Я выбрала для себя коричневую. И это просто лучшее, что случалось с нашими документами. Потому что в них у нас теперь идеальный порядок. Давайте я проверю, чтобы тут не было никаких важных данных. Да, я думаю, нет, господи, что это какое-то инэ-нэн. Что-то на взрослом. В общем, друзья, посмотрите, какая эта папка удобная. Здесь есть отдел под карты, под паспорта, под всякие различные ваши документы, договоры, страховки. В общем, все то, что нужно зачем-то хранить, можно хранить в этой папке. Более того, знаете, она из такого крутого, качественного материала сделана. Бренд даже, оказывается, я нашла. Называется Redan. Как вы можете видеть. В общем, друзья, благодаря этой покупке вы наведете порядок в своих документах. Кстати, кажется, она тоже идет в разных цветах. Вот мы выбрали для себя коричневую. Следующая моя такая девчачья находка. Это органайзер для украшений. Я хотела именно не шкатулку, а органайзер, который бы я вот так смогла открыть. И выбрать для себя необходимое украшение Надя. Потому что до этого у меня все лежало. В очень красивой такой золотой вазочке. Но украшения между собой спутывались. Я никогда не видела наглядно, что я хочу носить. Что я хочу добавить в свой образ. Теперь такой проблемы у меня нет. Во-первых, очень удобно, что есть стекло. И я могу хранить свои украшения в закрытом виде. И они таким образом не пылятся. На них не оседает никакая пыль. Они все-таки выглядят более эстетично. Я сейчас ее натрясла, поэтому украшение выглядит, может быть, слегка неэстетично. Но в любом случае у меня здесь есть отсек для браслетов, для крупных сережек, для пусетов и гвоздиков. И для украшений на шею. В общем, друзья, очень довольна этой покупкой. Она действительно мне облегчила жизнь и улучшила настроение. Обязательно оставлю на нее ссылочку. Следующая находка и просто супер вещь – это катышка резка. Друзья, если в вашем доме нет катышка резки, вы многое упускаете. Потому что, помимо того, что это нереально удобная вещь для рефреша своих вещей, которые уже подзакатались, для ухода за шерстяными изделиями, за кашемиром, да даже, знаете, на диване и на пледах бывают, появляются некоторые катышки. И вещь очень универсальная. Я брала свою от Philips всего лишь рублей за 700. Она просто работает на батарейках. Принцип простой. Но, друзья, самое интересное то, что этот процесс, помимо того, что он легкий, он еще и так успокаивает нервы. Когда я представляю, как вот эти ножички крутятся и срезают каждую катушку, у меня внутри какое-то, знаете, такое наступает успокоение. Моя внутренняя дева очень сильно ликует, когда я что-то чищу этим гаджетом. В общем, это вещь, которая в доме просто очень необходима. Подумайте над ее приобретением. Друзья, раз я вам уже начала рассказывать про гаджеты для ухода за вещами, еще хочу показать свой отпариватель. Да, я жила до 28 лет без отпаривателя. И, честно говоря, хотела какой-то легкий, портативный, который можно, с одной стороны, брать с собой в путешествие, с другой стороны, пользоваться дома. Потому что у меня появилась трендовая юбка-тюльпан, которую вообще практически нереально прогладить утюгом. И я подумала, что почему бы не заказать отпариватель от Xiaomi. Я вообще, если честно, когда не знаю, какую фирму техники для дома выбрать, я автоматически выбираю Xiaomi, потому что она смотрится довольно стильно, лаконично и довольно бюджетно. У нас есть чайник, весы, еще кое-что я вам покажу. В общем, что я могу сказать про этот отпариватель? Он хороший, не такой легкий, как я ожидала. При том, что стоит он около полутора тысяч рублей, я считаю, что это супер. В использовании максимально просто. Всего лишь одна кнопка, на которую вы нажимаете и контролируете подачу пара. Все. Еще одна вещь от Xiaomi в нашем доме. Это вот такой вот мыльный диспенсер. Да, вдруг я захотела мыть свои руки. Знаете, как в торговом центре, когда я просто подношу руку, и мне автоматически подается мыло. Да еще и не просто мыло, а знаете, такое вспененное, очень приятное. Мне безумно нравится, как он вписывается в нашу ванную. Нет, знаете, никакого визуального шума, как если бы там стояло, не знаю, мыло, какие-нибудь бархатные ручки. Но, друзья, в нем есть одна небольшая загвоздка. Нужно покупать вот этот наполнитель с мылом, потому что он какой-то особенный. И я посмотрела, сколько стоит набор таких баночек от Xiaomi. Кажется, 1200 за три баночки. Это не супер дорого, но и не так бюджетно, как пользоваться обычным мылом. Зато я видела лайфхак, что вот в эту баночку берут, просто наливают обычное мыло пополам с водичкой. Вот так вот встряхивают и пользуются. И этот диспенсер отлично, опять же, выдает вам эту мыльную пену. Кстати, очень удобно, что с ним в комплекте шли сразу необходимые батарейки. Вы просто его включаете и начинаете пользоваться. Да, вот здесь, как вы можете наблюдать, он сенсорный. Но если вдруг вам нужно его куда-то отвести, отнести, для того, чтобы он постоянно не выдавал вам эту пену, вы можете нажать на эту кнопку. Сейчас. Вот, я нажала, и посмотрите, он у меня заблокировался. То есть сейчас я могу делать с ним все, что угодно. Не знаю, перевозить его в другую квартиру, и он не будет постоянно выдавать это мыло. В общем, вещь классная. Действительно, кстати, сокращала время мытья рук. Время декора. Я так давно хотела какой-то декоративный поднос, на который я могла бы поставить аромадиффузор, аромасвечу, возможно, Пала Санта. И поставить этот поднос в качестве декоративного элемента где-нибудь под телевизор, зажигать на нем очень красиво свечи. И делать, вы знаете, такой козий домашний уют. Очень-очень красиво выполнен этот поднос. Он из гипса. Он довольно тяжелый, я вам признаюсь. Но выглядит он потрясающе. То есть выглядит он на 200 тысяч долларов при стоимости, по-моему, всего лишь 500 рублей. В общем, друзья, еще мне очень удобно на нем делать подсъемки различной косметики. Наверное, вы уже видели. Я снимаю на нем какие-то свои красивые баночки. В общем, находка супер. Можете использовать для каких-то своих целей. Обязательно оставлю на него ссылочку. Ну и, конечно, мы, девочки, обожаем посуду и все, что с этим связано. Поэтому я давно, знаете, хочу заняться вообще сервировкой своего стола. Для того, чтобы у меня были глубокие тарелки, тарелки под пасту, плоские тарелки. Поэтому я очень долго и трепетно искала тарелки, которые бы меня устраивали по размеру. Я хотела, чтобы они были не слишком тяжелые. И я хотела, чтобы они идеально вписывались в наш интерьер. Потому что, да, на Wildberries много интересных тарелок. Знаете, вот этих расписных, которые все сейчас тоже активно промотируют в соцсетях и показывают. Но нам, к сожалению, в наши такие более современные интерьеры они не вписываются. Мне нужно было что-то такое, что-то такое другое. И я нашла для себя вот такой набор тарелок глубоких. Мы едим из них, мне кажется, практически все. Бренд называется вот так. Как я сейчас поняла, он турецкий. Тарелки керамические, не слишком тяжелые. Их суперудобно мыть. И самое главное, за счет вот такой своей формы с широкими бортиками. Из них действительно удобно принимать пищу. И по своей форме они довольно компактные. У нас нету большого обеденного стола. Мы обычно принимаем пищу за барной стойкой. Поэтому мне было крайне важно, чтобы они были компактными. Плюсом, вы знаете, у них такой ненавязчивый дизайн. Всего лишь навсего какие-то небольшие темно-синие вкрапления. Смотрится это очень-очень стильно. Но это еще не все. К ним же я приобрела вот такие простые белые плоские тарелки. Видите, какая у них такая современная форма. Бренд называется вот так. Эти тарелки, конечно, уже потяжелее. Они, скорее всего, из какого-то другого материала. Потому что, вы знаете, они такие, как вам сказать, более звонкие. И иногда я сервирую наши ужины вот таким вот образом. Мне очень нравится, когда одна тарелка стоит в другой. Мне кажется, это очень симпатично выглядит. Как вы думаете? Давайте пройдемся немного по разделу бьюти. Потому что я была бы не я, если бы еще не находила там какие-то для себя баночки. Кстати, вот некоторые переживают за то, что на Вайлдбресс могут быть подделки. Особенно, если вы покупаете какие-то известные бренды. Не купите вы себе духи Киллиан на Вайлдбресс за 2000 рублей. Если и купите, то потом, пожалуйста, не удивляйтесь, что это подделка. Да, действительно, на Вайлдбресс цена зон. Никто не следит за товарными знаками. И вы спокойно можете распространять фейки. Но мы за то и любим эти площадки, что всегда есть отзывы. Вы всегда можете прочитать в них, оригинальный это товар или нет. Но важно следить за тем, чтобы этих отзывов было много. Они были живыми. Потому что если их всего лишь 3 или 5, то, возможно, владельцы странички просто попросили парочку своих друзей написать, что да, это оригинал. Но, друзья, в защиту Вайлдбресс скажу. Что такие бренды, как, например, Серови, это очень хороший аптечный бренд, который, к сожалению, у нас уже нигде не продается. Ни в аптеках, ни в золотом яблоке. Можно все еще достать на Вайлдбресс, потому что у нас есть прекрасный параллельный импорт через Казахстан. И мы можем найти все те самые любимые крема именно на Вайлдбресс. Но сегодня я хочу начать с темы, которую мы еще ни разу не касались. И сегодня пройдемся по ней косвенно, это уход за нашими ногами, а конкретно за пятками. И на Вайлдбресс есть просто потрясающие средства для того, чтобы привести их в порядок. Первое средство для домашнего педикюра, это вот такой гель, который просто называется гель для гладких пяток. По-моему, бренд Эпил Профи. Друзья, ну это, конечно, такое мощнейшее просто термоядерное средство, которое позволит снять с ваших пяток, с ваших ступней просто вторую кожу, обновить их до состояния младенца. При этом обязательно процедуру проводить в перчатке и в масках, потому что очень сильно, знаете, пахнет каким-то амиаком. Но поверьте, кожа действительно слезет. Роговевшие все частички, трещинки, натоптыши, все можно удалить. Я просто наношу на ватный диск, потом этот ватный диск прикладываю на роговевшие участки, жду 5 минут. И пемзы, либо специальной пилкой для педикюра убираю все эти излишки. Но, девочки, это та процедура, которой сильно нельзя увлекаться, потому что если вы слишком часто будете проводить такую агрессивную чистку ваших ступней, то кожа начнет быстрее грубеть, быстрее ваши пятки становятся опять сухими, плохими. Поэтому после этого средства нужны поддерживающие меры, хороший увлажняющий питательный уход для того, чтобы кожа и ваши пятки вообще как можно дольше оставались вот такими гладкими и приятными. Я, честно, очень люблю проводить эту процедуру самостоятельно, потому что как-то у меня не складывается с салонными педикюрами. Какие бы техники не использовали, смарт-педикюр, пилочный какой-то, обрезной, все равно у меня после педикюра образуются, знаете, какие-то некие иголочки на пятках. То есть у меня ступни очень сухие, простите за откровенные признания. И, как правило, мои ступни после педикюра начинают выглядеть, после салонного педикюра начинают выглядеть хуже, чем они выглядели до. При этом я отдаю за это какие-то сумасшедшие деньги. Вот это средство, оно просто копеечное, и после него и после моих манипуляций у меня абсолютно нет никаких проблем. Просто у него объем 400 мл, я не представляю, я физически не представляю, на сколько лет мне его хватит. Мне кажется, я детям и внукам его по наследству должна отдать. В общем, средство крутое, но, пожалуйста, с аккуратностью его используйте, потому что оно достаточно токсичное. И не увлекайтесь, то есть это у меня приблизительно используется раз в полтора месяца. Все остальное я пользуюсь просто пилкой и увлажняющим кремом, чуть позже покажу каким. Еще одна вещь, которая помогла действительно спасти мои сухие ноги, сухие пятки и научиться наконец-таки делать педикюр в домашних условиях, это вот такой крем. Кстати, я даже не знала, что это же фирма Apple Profi. Видимо, у них все средства для ног очень хорошие. Я, честно говоря, видела уже его в инстаграме, на ютубе, но я думала, что это интеграция и реклама. И, чтобы вы понимали, сейчас я тоже это все делаю не в формате какого-то сотрудничества, а просто я решила купить этот воск для того, чтобы попробовать, как он будет заживлять трещины, и как он будет ухаживать за пятками. У него консистенция, знаете, такого пчелиного воска. Вы можете посмотреть, сколько я уже использовала. И вы знаете, это оказалось очень хорошо. Мне когда-то от моих сухих ног помогал только крем, который продавался на iHerb. Вот сюда прикреплю скрин, как он выглядел. Вот он действительно тоже производил просто какой-то вау-эффект. У меня ноги были как у младенца. Потом с iHerb начались проблемы, и я пользовалась какими-то другими кремами, и ничего не давало мне такого эффекта, пока я не нашла вот этот крем. Я наношу, на самом деле, прям обильно и, знаете, такими втирающими движениями, особенно в область пяток. И все мои проблемы с ногами, с моими пятками, они просто исчезли. Ноги выглядят шикарно в любой открытой обуви, в босоножках. В общем, крем супер, девочки. Разбирайся, покупайся, пока он еще есть. Еще одна находка, скажем так, сферы бьюти, которую мне, честно говоря, стыдно показывать. Вот она у меня в руках. Потому что я ей, блин, пользуюсь. Была бы она сейчас в каком-то хорошем состоянии, вы бы мне даже не поверили, что я провожу домашний пилинг тела. А так вот вы можете наблюдать, пожалуйста, что моя варежка, она работает. Она со мной каждый день и через день. Это варежка-шелковица. Это такая специальная, ну, не скажу мочалка, да, это варежка для того, чтобы производить пилинг на своем теле. Я, по-моему, никогда с вами не делилась, но у меня с детства есть такая проблема, как кератоз, и я с ним очень давно борюсь, обязательно запишу видео, потому что у меня есть огромные успехи в этом деле. И в том числе благодаря вот этой шелковой варежке. Варежка сделана из мельчайшего сплетения шелковых нитей, за счет чего она очень мягко и очень деликатно убирает роговевший слой кожи. Это абсолютно не то же самое, что пользоваться турецкими мочалками, турецкими варежками, которые очень жесткие, которые травмируют кожу и от которых потом все становится только хуже. Эта варежка при условии того, что вы, например, распарили кожу в ванной либо в душе и прошлись буквально 2-3 раза, то есть ей не нужно, знаете, натирать себя до какой-то красноты. 2-3 раза по одному участку, особенно по проблемным зонам, это плечи, бедра, и вы после душа просто как какая-то принцесса. Я, если честно, была в шоке, как это работает, потому что непосредственно, когда я ей пользуюсь, я думаю, господи, ну что она мне там может, скажем так, отшелушить. Но нет, после душа я, когда еще нанесу увлажняющий крем или какой-то крем с кислотами, моя кожа просто чувствует себя абсолютно по-другому, она вообще никогда не была в таком хорошем состоянии. Я эти варежки беру на Валберес, они очень бюджетные, где-то рублей 500, но производители уверяют, что у них есть некий срок годности, то есть вы ей не можете пользоваться бесконечно. Она рассчитана где-то на 15 процедур, после чего вам нужно ее обновить. В принципе, за такую стоимость можно это спокойно делать, но эффект, поверьте мне, супер. И еще раз скажу, что как-нибудь я поделюсь, наверное, своим уходом. Для тела вот это действительно тоже очень обширная и интересная тема для разговора. Ну что, и последнее, самое приятное, самая такая веселая, я бы сказала, находка на Валберес, это то, что вы можете наблюдать ровно позади меня. Как вы думаете, что в последних моих роликах так веселенько блестит и переливается? Это, конечно же, ночник космонавт, сейчас я вам его покажу, для этого мне его нужно отстегнуть. Знакомьтесь, новый житель нашей квартиры, космонавт, которого мы так по-житейски назвали Юрой, угадайте в честь кого. В общем, друзья, я, честно говоря, купила, потому что, как вы знаете, готовимся мы к появлению малыша, и мне показалось, что вот эти интересные голограммы, которые этот космонавт умеет делать на потолке, разноцветные звездочки, синее, зеленое, все это будет очень интересно с точки зрения убаюкивания, усыпления малыша. Это, знаете, как будто бы мобиль, но световой, потому что там можно выбрать режимы, когда это все плавно перетекает. В общем, мне показалось, что для малыша это будет залипательно. Но неожиданно для самих себя, не заметили этого, начали включать его каждый вечер перед сном, и это уже, знаете, определенный ритуал, это очень успокаивает, когда мы смотрим какой-либо фильм. Для того, чтобы не пользоваться основным освещением, но и в то же время еще не хочется, чтобы было слишком темно, мы включаем Юру и просто наслаждаемся. Это так классно, это так поднимает настроение, и, если честно, когда я его покупала, я думала, что мы точно им пользоваться не будем до появления малыша. Еще мне показалось, что он мне пригодится для съемок моих видео, потому что, как вы знаете, сейчас начинается сезон ужасного света в Москве, вот приблизительно с конца октября до, я думаю, начала апреля, будет отвратительно серая погода, и даже днем в квартире очень мало света, и я подумала, что он будет классно вносить какую-то световую изюминку в фон для моих видео. В принципе, так и получается, вот вы видите, я выключила, картинка уже смотрится не такой веселой, не такой интересной, поэтому Юру предлагаю вернуть назад. Это пока все. Я рада, что вы досмотрели это видео до конца, обязательно пишите в комментариях, делитесь какими-то своими классными находками с Wildberries, я, в свою очередь, оставлю все ссылки в описании для вашего удобства. Не забывайте ставить лайк, колокольчик, подписываться на мой канал, и также на другие мои социальные сети, на мой Инстаграм, Телеграм, также все ссылки на мои социальные сети будут в описании. Пишите, если вам вдруг понравился такой формат, и вы бы хотели вторую часть моих находок с Wildberries. Ну а я вас целую, обнимаю, до встречи в новых видео, всем пока-пока.